Всем привет, с вами я, Сада Дочь 3К, и сегодня я вернулся в Симпл Санбокс 2. Да, я еще участвую был в Чикенгане, но теперь в Симпл Санбокс 2. Да, я уже забыл, что тут было, что тут есть, но зато у меня есть кибертрак. Ну а так, сегодня будет обзор на новую игрушку от разработчика Матнес Геймс. Я в нее играл, если что. И она не новая, она уже старенькая. Но я хочу вам ее показать. Надеюсь, она вам понравится. Ну а так, мы уже можем приступать к ролику. Надеюсь, вам понравится. Ну а так, погнали. Короче, всем привет, с вами я, Сада Дочь 3К. И сегодня у нас будет обзор на новую игрушку от Симпл Санбокс 2. Ну, от создателей Симпл Санбокс 2. Я в эту игру уже давно играю, с самого начала, да. Я хочу о ней рассказать вам, мои друзья-подписчики. Ну а так, эта игра прикольная. Я тут все знаю, но я вам это все покажу. И надеюсь, после этого ролика вы скачаете игру, потому что скоро обновление будет. И так, первое то, что у нас тут есть, это задание. Задание за награду. Тут вообще бесконечное задание. А это очки. Их можно отменивать на деньги. К примеру, давайте возьмем тысячу. И мне дадут 100 монеток. Так, и все, у меня теперь 100 монеток. И тут есть функция промокодов. Можно брать из Телеграма. И плюс-минус, тут еще есть Телеграм у него и Дискорда, создатели этой игры. Я подписан только на Телеграм. Ну а так, тут есть еще и магазин, где можно покупать машины за монеты. И да-да-да, я богач, потому что я бета-тестер игры. Тут есть настройки, еще вот такие. И можно уже начать играть. Начинаем на кнопочку играть. И тут можно выбрать карты. Карты. И такие переписки, как 0 или S, отвечают за информ... Информа... Короче, я запутался, я в эту игру давно не играл. Так. И да, новая карта Аэропорт. Прикольно. Ну а выберу карту Гресс. Прикольная карта. И я уже зашел. И тут есть предметы. Можно строить и что-нибудь делать с ними. Ну... Это скучно. Я хочу уже прийти к самому крутому. А именно транспорт. Но я пока что рассматриваю и, кстати, какие-то стригдолы. Можно их как-нибудь побить там, сбить. Так еще есть вот такой ИСИБО СУМБОВЗЛА, только тело перекрашено немного. Да. И транспорт. Здесь очень машин много. Я даже их не успею за один ролик показать. Поэтому... Вот. Пока что так. Покажу. И все. Так. Это тип гоночный. Мне больше всего из гоночных нравится этот мустанг. Мустанг. Так. И... Пууу. Вот это да. Вот это красиво он врезался. Его так согнуло. Нигде я не видел такого. Ну как, сфоткую. Все. Сфоткую. Ладно. Он... Он не едет. Видите? Двигатель черный. Значит он не едет. Так. Все. Теперь мы едем. Пию. Мы опять врезались. Еще я вам покажу кое-что. Как я сейчас освобожусь. Мне так нравится в нее играть в эту игру. Так. Вот так. Ой. Я не заметил, что теперь отлетает эти части тела. И немного изменена функция Red Dog. Ну да. Я увидел ноги. Блин. Это мучилипу руку оторвало. Так. Ну-ка. О. Я его переехал. Так. Опа. А мы дрифтим. Че? Ай. Больно. Так. Тут еще есть кнопочка L. Я вам покажу, что делает кнопочка L. Теперь можем со спавнили любую машину. На ней будет L. Я знаю почему так. Вот теперь берем обычную машину. Убираем эту галочку. К примеру, вот эту. И я сейчас сажусь и происходит кое-что. Смотрите. Искусственный интеллект. Сам управлять машиной. Это то есть следовать как follow. Можно сказать. Ну, можно сказать. В принципе, на английском это follow. То есть следить. Ну, я не знаю, почему сказали. Ну, так вот переписали на all. Ну, это странно как-то. Ну, понятно. Я не влезаю в разработку игры. И я не знаю, что туда могут еще добавлять в кром. Помимо этого. Ладно. Вот так. Вот так. Гоняем. Вот так. Дрифтим. И да, я это озвучу. У меня камера с голосом не работает. Так что у меня иногда есть... Иногда тупые речи, которые даже не ходят. Поэтому извиняюсь. В следующий раз попробую утром записывать. Потому что сейчас уже 3 часа ночи. Мы сейчас это озвучиваем. Так. Еще и здесь есть предметы. Хотя бы их покажу. Так. Это гоночный старт. Это бочка. Это ускорялка. Кстати, она ускоряет автомобили. Даже когда я бегу, то она меня ускоряет. Вот так. Блин, у меня камера что-то не поворачивается. Так, вот. Это у нас барьер. Вот очень много барьеров. Так. Мил, 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 мил. Вот еще такие есть барьеры. И... Воу. Это как из GTA 5. Знаете, некоторые там любили сбивать конусы, когда ехали на мосту каком-то. Так вот. Я хочу это повторить. Беру тачечку. И сейчас будем разгоняться. Так, пусты. Блин, камера передвигается. Так. Что? Что? Мы за другой машинами следить. Офигеть. О, мой. Вау. Это так красиво. Бое. Эпично. Опа. Обаривание. Огромное правило. Теперь никто не вижу. Это очень рад. Ну, готово. Мы повеселились немного. Но я не знаю, что вам еще показать. Вы можете и сами все посмотреть, потому что я не хочу показывать другие предметы, помимо как синий пак и гоночный пак. Кстати, это моя любимая машина. И это машина Nissan. Кстати, она стоит 35 тысяч на рынке. Ну, здесь, на рынке. Это старый Nissan. И давайте мы разобьемся на 100 км в час, ну, то есть на 160. Потому что тут есть нитро, мы можем разгоняться. Сейчас включу его. Во-во-во, максималочка. Уже 165. 164. О, вот это врезались. Так. Хопа, мы вышли. И... Не знаю, что. Так, подожди. Тебе. Да. А, блин, тут информация была. Я думал, что это просто что-то. Ладно. Ну, а теперь бонус. Я вам покажу мои концепты на новое обновление. И показываю через 3, 2, 1. Пум. Это концепт на новое задание. Это типа, когда ты выполняешь задание в обычном режиме. То у тебя может быть гарантированная награда. И тебе даются награды за задание еще. За монетки. Он дается монетки тебе. За задание. Еще тут есть ракета из слива обновлений. Ну, а так это для меня хороший концепт. Я постарался на салон. И тут еще есть гарантированная награда за задание. Это тоже очень круто. Но мы идем дальше. Ну, а дальше у нас концепт на мультиплеер. Да, я бы хотела бы в этой игре видеть мультиплеер. Можно вместе с другом разрушать тачечки. И кайфовать вообще. Это вообще топчик. Определенно, мне опять же лайк за старание. Это очень нереалистично. Могли бы осуществовать. И, кстати, если разработчики этой игры смотрят меня, то возьмите эти концепты на заметочку, пожалуйста. Концепт на покраску белых машин на Эльфеке. Это очень крутая штука. Я бы хотел бы покраску только на белых машин. Потому что на некоторых машинах есть уже разноцветные краски. Ну, там на Форде синий есть. Там на одной машине черный есть тоже. Короче, только для белых машин. Но так, опять же, концепт очень реалистичный. Если бы сделать немножечко потемнее. Ну, не потемнее, а посветлее. Потому что очень сильно выделяются эти кнопки. И тут уже есть кое-что, где покраска.